Друзья, всем привет! Это Папа Может, новая рубрика на ТВК. Я ведущий Сергей Григорьев. Новоиспеченный отец, именно поэтому мне доверили запустить этот проект. Год как уже у меня есть сын, но я при этом сын, который рос в свое время без отца. Много важных моментов пропустил, и в этом проекте будем все восполнять, рассказывать и показывать те вещи, которые может объяснить только настоящий папа. Сегодня мы будем собирать палатку. Простейшую палатку, но с которой разобраться может только настоящий отец. И здесь мне в этом поможет Евгений Марков, руководитель туристического клуба «Гид по туризму». Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Сколько за свою жизнь собрали палаток? Достаточно много. Тысяча будет? Меньше тысячи, но думаю, это ухватит собрать. Ну отлично, сегодня будет тысяча первая, поехали! Ну что, Евгений, давайте сразу к делу соберем палатку. Вообще, из каких составных частей состоит вот наш вариант? Здесь однослойный тент, дуги, также у нас есть комплект веревочек. Начнем собирать? Да. Вот как ребенку объяснить, сына, как собрать эту палатку? Тут есть мешок какой-то, есть какие-то палки. Ну что, здесь есть основной тент, да, в котором есть специальные отверстия для дуг. Вот такие вот у нас пластмассовые дуги. Собираем дугу. У них специальные пазы, она на резиночке, да? Да, очень все, в принципе, просто и понятно. Далее берем специальные отверстия, да, и просовываем дугу. Для удобства сбора лучше вначале просунуть дуги, потому что если мы просунем одну дугу и зафиксируем, а потом получается момент перелома, и вторая дуга уже пойдет очень тяжело. Поэтому для начала сразу же... Пока она вот, да, пока палатка в таком вялом состоянии, ее никуда не надо фиксировать. Вот просто пока сначала предварительно... Кармашки, скажем так. Далее у нас здесь на кончиках есть специальные фиксаторы. Дугу вставляем в фиксатор, поднатягиваем. Далее нам остается все очень просто взять нашу дугу, и с другого конца у нас тоже есть фиксатор, и просто поднатянуть. Просто поднатягиваем. О, мы параллельно, как отец сняли. Очень удобно ставить вдвоем. Натянули и вставили в пазы фиксаторы. Все, наша палатка приняла форму. Далее здесь у нас есть верхние вязочки, чтобы придержать верхнюю часть. В комплекте у палаток есть обязательно колышки. Колышки служат тоже фиксатором. То есть у палатки есть кольца, через которые мы вставляем в землю и фиксируем. Также в палатке имеются вот такие вот вязочки, за которые можно зафиксироваться. Единственный момент, что вязочки должны к чему-то привязаться. То есть, соответственно, у нас должны быть здесь какие-то, возможно, деревья, к машине можно привязывать. А вот этот фиксатор нужен для того, чтобы это как легкосъем такой был. То есть мы привязываем одну часть палатки. Допустим, здесь вот есть специальные ушки, за которые можно привязать. А далее просто через колышек. Все, получается, палатка наша стоит? Да, палатка наша готова. Но это простейший вариант. И какие еще бывают палатки? Палатки бывают двухслойные. То есть вначале собирается внутренняя часть, сверху накидывается тент. Такие палатки больше держат, скажем, водяной столб. То есть это дождь, это туман. А для высокогорья есть палатки, у которых присутствует снежная юбка. Сами по себе дуги сделаны из алюминия. То есть они легче, но более сильнее держат жесткость, то есть ветер. Евгений, вы водите в походы ребятишек, занимаетесь с ними туристическим обучением. Что для ребенка выйти в поход, пусть даже в пригороде или куда-нибудь подальше? Что для него? Какие-то эмоции? Чему нужны? Ну, для ребенка это на самом деле прям приключение, потому что сейчас дети у нас в основном находятся все в городе, и за город выходят очень редко. То есть там действительно, там природа, лес, это все интересно. Ну что ж, друзья, на этом все. Палатку мы научились собирать благодаря нашему эксперту Евгению Маркову. На этом все. Делитесь со своими друзьями, с теми, кто также хочет быть классными отцами, этим видео. Ну а в комментариях можете, кстати, предлагать свои темы. Чему может научить ребенка только настоящий отец? До встречи. Редактор субтитров А.Семкин